все чаще появляются сообщения о том что вот ночью вечером не обязательно днем там когда-то останавливаются сотрудники вроде как гибдд в общем кто-то с палочкой машет так все останавливается подходит какие-то сейчас ведь очень трудно разобраться в знаках отличия вот в какой-то такой общеполицейской генерализованной такой полицейской форме ясно что не штатские люди быстро что-то показывают быстро невнятно что-то говорят просят пассажир выйти и требуют досмотра буквально личного говорят а это у нас понятые стоят тоже там на дороге какие-то чебурашки и люди как-то нервно очень спрашивают а что делать сотрудники гибдд как участковый это самые несчастные люди наверное сейчас в правоохранительной системе потому что у них и так работа не сахар реальная работа которой они по большому счету должны бы заниматься но они грузят абсолютно не свойственные вещи вот сейчас сейчас загрузили их в том числе и наркотиками они должны выявлять где-то вытаскивать вроде казалось бы такая огромная структура наркоконтроль это управление целое там ну все туда хотят потому что делать ничего не надо статистику делать легко но нет груз еще и участковый грузит еще гибдд да их адски гоняют этим планами адски гоняют сколько бит сегодня нашли сколько ножей там кому-то повезло пистолета кому-то повезло тут там 6 грамм знаменитых морякова нашли тем более личный досмотр ночью господи тому суд может все что угодно а вот прямо обязаны обязаны я пассажир невинные и уходите и подвергаться какому-то досмотру отказать практически невозможно будет но личный досмотр личный досмотр они же напишут рапорт что о том что имелись основания предполагать что у этого человека имеются какие-то запрещенные там препараты либо еще что-то сам по себе личный досмотр они обоснуют каким-то образом процессуально не обоснуют я вообще-то совершенно не готова к тому что вот я не знаю еду домой из театра а меня внезапно просят выйти не знаю положить руки на капот и вообще как-то или не класть предъявить свои основанием для досмотра в любом случае является сведения о совершенном либо готовящийся правонарушения как что-то надо будет обосновать поэтому этот вопрос конечно можно задать а мне для этого надо выходить из машины или можно сидя так из окошка я вообще в таких ситуациях рекомендую действовать пассивно жестко если вы не хотите выходить нет я не хочу не выходить и требования законы сотрудника полиции вы считаете что незаконное он вас вытащит применить насилие для него это очередной геморрой будем прямо говорить вытаскивать человека который потом может может быть видите ты же если меня будет от вас в ходите это дело каждого у вас драка в подворотне вы можете зажаться в углу вы можете ударить вас ответа два раза ударит что вы выберете это дело ваше нет никакой таблетки нет никакой кнопки который моментально эта ситуацию разведи мне очень нравится ваша метафора про драка в подворотне с гопотой но проблема в том что я никогда в жизни не дралась подвороприру operates учитесь тогда зачем вы задаете вопроса как драться с подворотни с гопотой, если вы не хотите драться с гопотой. Пусть вас просто бьют. Сложная ситуация, да, согласен. Они же прекрасные психологи, сотрудники БЛД прекрасные психологи. Если он увидит, что риски незаполнения еще 15 протоколов, которые ему нужны в эту ночь, будут превышать возможность заполнить отношения вас к протоколу, он может дать психологическую пенька и сказать, ребят, ну уезжайте. Что я должна для этого делать? Чтобы он понял, что он со мной слишком много потратит времени. Жестко, но не хамски потребовать объяснить, в связи с чем, в отношении вас, законопослушного, честного гражданина, который воспользовался услугами такси, производится сейчас принудительное действие, предусмотренное кодексом административных правонарушений. Ну, и короче, я должна вежливо, твердо, но вежливо, и таким желательно, таким спокойным, занудным, немножко гнусавым голосом. Объясните мне, пожалуйста, на каких основаниях меня честного пассажира такси... Ну да, это, конечно, будет примерно там 127-й вопрос за ночь такой ему. Да, может, он уже злой. Да, вполне может быть и такое, да. Ну, во-первых, начнете с того, что позвольте мне переписать данные вашего удостоверения. Это раз. Всегда. Мне нравится. Позвольте. Милостивый государь. Объясните, пожалуйста, на каком основании в отношении меня производится это мероприятие. Что это за мероприятие? Покажите мне, пожалуйста, постановление о производстве, либо если протокол, если протокол, то покажите протокол. Если начинается протокол, объясните мне, пожалуйста, мои права, и представьте, пожалуйста, понятых. Фамилия, имя, отчество, адреса, и удостоверение личности понятых. Потому что, как вы можете доверять понятым, у которых нет паспортов? Может, это беглые преступники, каторжане, либо это вообще сотрудники полиции. Вы должны... Как сотрудники, БДД, я уже чувствую острое желание отпустить вас. Езжайте, молодой человек, езжайте. Да, но в любом случае вам это все нужно будет. Даже если он скажет, да, хорошо, давайте мы сейчас... Да. Иван Сергеевич, пройдите. Представьтесь, пожалуйста, Татьяне. Вот, расскажите вашу биографию краткую. Может быть, и такое, да? Давайте, хорошо. Если решено оформить протокол, они его оформят. Другое дело, что как вы потом сможете с этим действием пойти куда-то там, к прокурору, в суд или еще куда-то. Так, то есть я опять же должна убедиться в том, что и в протоколе записано, что у меня есть замечание, которое я оглашу в присутствии или после консультации с моим адресом. И если что-то вам подброшено, обязательно в протоколе отражает, что там не подброшено. Давайте про подброшено, на кончу, а вокруг да около. Вот широко известно, что у нас подбрасывают. Да. Наркотики в основном. Надо ли что-то дополнительное с этим делать, кроме того, как в протоколе оставлять вот эту спасительную, заякаряющую фразу о том, что есть замечание... А, это не мое, есть замечание, которое я оглашу после консультации. Ваша позиция должна быть последовательной изначально, вот с момента обнаружения вот этих вот, якобы обнаружения этих предметов. То есть буквально, я что говорю, это не мое. Это не мое. И везде. То есть вы должны везде изначально говорить, что это не мое. Никаких 51-х. Никаких 51-х. Вот здесь это крайне важно. Только указание о том, что это не ваше. Второе. Фиксировать время вашего фактического задержания и время досмотра и изъятия. Ой, это трудно уже. Что сложного? Вас, условно говоря, взяли на Садовом и через два часа допросили и досмотрели где-то в каком-то ОВД, Тверской пусть будет, через два часа. Вот у вас в протоколе задержания должно быть указано время вашего фактического задержания два часа назад и в досмотре через два часа. И вот этот промежуток, который вы сумеете зафиксировать в замечаниях, в самих протоколах, либо еще где-то, дает вам очень серьезный шанс от этого освободиться в итоге бремени незаконного. Если вы это не сделаете, если вы начнете прыгать там, да, это не мое, ой, да я признал, ой, 51-е, а потом это мое, а потом снова не мое, шансов у вас нет никаких. Если протокол изъятия досмотра, как угодно его могут назвать, оформлен и у вас не было к нему замечаний, шансов у вас нет. Ну хорошо, давайте тогда перейдем к внезапно, опять, как не чудовищно звучит, ставшую уже почти модной теме, что в наших тюрьмах и до тюрем, и в ходе следствия, и даже просто при простом, нехитром задержании по административному делу задержанных физически пытают. Пытают в органах только дураки. Эти дураки могут и убить. Когда тебя голой жопаной раскаленную плиту посадят, ты родину выдашь или нет? Ребят, да, пытайся. Я все равно ничего не подпишу. Пытали маленьких, незрелых. Пишешь прокурору, звонишь адвокату. Я вам говорю, как человек, который 23 года живет в этой системе. Вот живет в этой системе. Так, будем ломать систему. Продолжение следует...